Эх, Черчилль Третий, да... Много на нем было побед и поражений. С этим Диккер Максом мы фармили кредиты на первую восьмерку. Ладно, хоть потом я узнал про сайт Водхаб. Ведь там большой ассортимент кейсов с танками и голдой. Мгновенная отправка призов, промокоды и постоянные бесплатные раздачи. Более 300 тысяч пользователей. Ты сможешь прокачать свой ангар так же, как и я. Ссылка в описании. Всем привет, дамы и господа, а так же товарищи на связи GrimOptimist. И сегодня мы с вами поговорим о самом, наверное, скандальном патче в истории World of Tanks. Это 1.13. Кто-то может сказать, что патч 9.18 был тоже скандальным. Это было относительно недавно, там года, наверное, 2.5-3 назад. Тогда тоже были изменения у артиллерии. Добавили стан, наш с вами любимый, в кавычках. Но, знаете, даже тогда не было настолько большого количества недовольных. Потому что патч 1.13, он касается не только артиллерии, а еще и затронет вообще в целом, наверное, всю игру. Потому что, ну, переделка фугасов, это серьезно. Уже многие мои коллеги, да и я сам в ролике высказались мы о том, что, конечно, игра изменится. И, знаете, в реалиях, скажем так, нынешнего рандома, когда у нас процентов 70 от всех боев, это турбо-бои. То есть, 2-3 минуты, победа, поражение. Одна команда льет в ноль, вторая выносит всех. Это постоянно происходит. Конкурентных боев практически нет. Все решается в первые 30-40 секунд боя. В реалиях, когда начнут залетать фугасы с дамагом примерно выше процентов, это на 30-40, да, то я думаю, и не только я, это вообще, в принципе, мнение общее, да, у всех водомесов, бои еще ускорятся. И самое странное, что разработчики зачем-то изначально вообще сделали так, что фугасы пробивают сквозь экраны очень легко. Это реально необычно. У нас кумулятивы даже не работают сквозь экраны. И когда ты играешь на кумысах, нужно всегда стараться выцеливать незащищенные места у танков, то есть без гусениц, без экранов. Фугасы сейчас работают там еще по старой схеме, со сферой, со всей этой херней. Ну, даже фугасами ты должен думать, что вот попаду туда, дамаг пойдет в крышу, например, а если я попаду в бочину, то, скорее всего, кратчайшая точка будет через экраны, тогда урон будет маленький. Ну, вы знаете всю эту тему. И, к сожалению, да, изначально они почему-то даже не подумали, что это может стать проблемой, что танки будут картонные умирать еще быстрее, турбобои будут еще быстрее. Хотя уже, казалось бы, куда? Реально страшно смотреть на то, что происходит. Блин, две минуты, уже там 15.0, 0.15. Ну, вот как это вообще? Ну, хорошо, 14.1, может быть. Это же просто полная жесть. Это кому-то интересно играть, серьезно. И вот эти изменения, конечно, они многих изначально опечалили. Сейчас же, в последней итерации, разработчики немножко это решили исправить. И фугасы теперь, они не так хорошо пробивают за экранами. То есть, их пробитие, оно падает на большее количество, чем отжирает сам экран. И, в принципе, это логично. Теперь, ну, не все танки смогут фугасами пробивать в бочину, там, какие-то легкобронированные цели. И слава богу, черт возьми. Но я вам так скажу, что даже с учетом этого, мое мнение, что экраны, они должны очень сильно убивать вообще эффективность фугасов при попадании в них. Я бы сделал так, чтобы после урона именно в экран, танк, да, получал какой-то дэмэдж. Но при этом уже речи о каком-то пробитии даже не может идти. Потому что, ну, фугас взорвался на гусенице. Какое в жопу пробитие? Кто это вообще, кому эта идея пришла в голову? Это же просто чисто логический бред, да. Когда фугас взрывается на гусенице, он каким-то чудом идет дальше, там, и типа рассчитывается пробитие. Это что за бред собачий? Как это вообще возможно? Это возможно только если будет мегавзрыв, который вынесет, как бы, ну, все к чертовой матери, проломит корпус, да, этот взрыв. Ну, это бред какой-то тогда, как бы, ну, вообще речь о реализме. Здесь не идет, это просто механики игры, которые не работают в данный момент. И они сейчас, да, это уменьшили, но все равно это сохраняется. Я посмотрел в стрим вспышки, он там ставил эксперименты. И в целом, конечно, ситуация стала поинтереснее, поприятнее. Но все равно этот момент сохранился. Я считаю, что вот эти новые имбы фугасы, они должны работать только при попадании в небронированные участки в плане экранов и гусениц. Тогда, да, окей. Но когда все это, повторюсь, работает сквозь катки, сквозь экраны, даже с учетом всех этих, скажем так, небольших нерфов, это все равно, я считаю, ну, никуда не годится. Это сделает рандом только хуже. И тут, друзья, я хочу вам напомнить, что пока еще есть возможность получить кучу ништяков в World of Tanks менее чем за сотку, оформив себе пакет Amazon Prime Tank Rock. Это один из самых жирных пакетов за все время. Три дня према, ИС-3 СМЗ в аренду на 10 дней, потом можно купить его со скидкой. Будет еще куча других ништяков, боевые задачи, полтора ляма серебра. Там много, ребяток, всего крутого. Если все еще вы не оформили, пропустили, то переходите по второй ссылке в описании и обязательно оформляйте. Я лично сам себе его купил, все четко, там есть техподдержка. Если что-то вдруг будет интересовать непонятно, вам все объяснят, не бойтесь, спрашивайте. Возвращаемся к теме видео. Я ничего не буду говорить о том, что многие премиумные машины, они начнут страдать от этого. Там много разговоров идет о том, что КВ-2, там Рагнарёк продавали, там что вообще происходит, это ненормально. Это все понятно, друзья, да. Но даже если поговорить о премиумных машинах, которые не стреляют особо фугасами, просто картонные сами по себе, типа там CDC, там, да, MX-100, 2, там, FCM 50T какой-нибудь, Panzer 58, Moods, там, и огромное количество других картонных премов, они будут умирать просто вот так вот, особенно при попадании в десятку. Они и сейчас-то не живут, у них ХП на 2-3 снаряда обычно. А представляете, они будут умирать даже быстрее еще, причем еще с критами экипажа, с критами модулей, это будет полная жесть вообще. И мое мнение, конечно, что из-за таких изменений баланса, ну, как мне кажется, машины, которые, в принципе, будут страдать от нового вот этого баланса, с новыми фугасами и так далее, эти машины должны иметь возможность быть помененными по трейдину за фулл прайс, за полную стоимость. То есть, чтобы в зачет шло не 50%, а 100%, потому что если человек купил когда-то Panzer 58 Moods, а теперь он умирает с двух плюх, ну, условно, да, с двух плюх, это говорит о том, что машина стала менее эффективной, соответственно, ну, должна быть возможность поменять на что-то более бронированное, более приспособленное к современным реалиям. Понятно, что ВГ это никогда в жизни не сделают, это просто мои влажные фантазии, но сам факт, согласитесь, что это было бы правильно. Ведь когда-то, когда были проблемы с суперпершингом, они поступили, в принципе, нормально, но это был единственный подобный случай, к сожалению моему большому. Вообще, в принципе, вот в плане изменений у артиллерии у меня нет никаких претензий к патчу 9.13, я считаю, что, в принципе, будет интересно посмотреть, что получится, и хуже не будет, чем сейчас, ну, это мое мнение. Но вот с фугасами все не так однозначно, то есть, я за то, чтобы, да, играя на фугасах, надо было выцеливать, чтобы не было возможности, как сейчас, кидать тупо в силуэт и наносить по 300-400 урона, да, на мощных пушках, или там по 200-300 на пушках средней мощности. Но превращать игру в фугас апокалипсис, где все картонные танки будут выхватывать фугасы в бочину, и сквозь, повторюсь, и экраны, и катки, и все остальное, ну, мне кажется, это тоже плохая идея, и надеюсь, что вот сейчас, когда разработчики попробуют на новые итерации все это, они поймут, что надо и в дальнейшем эту идею развивать, повторюсь, я считаю, что при попадании фугаса в экран, который находится особенно на каком-то удалении от корпуса, никакой речи о пробитии быть не может. То есть, да, урон должен наноситься, но этот урон должен ни в коем случае быть не фуловым. Это мое мнение. Потому что иначе все картонные танки будут просто, ну, люто страдать, они будут умирать. Все будут возить с собой по 10-15 фугасов и играть, особенно первые секунды, да, когда только ЛТшки, ну, вот бой начинается, да, поначалу же ЛТшки или какие-то быстрые СТшки, да, ну, попадают, скажем так, под ваш прицел, потому что, ну, быстрее всего они оказываются под засветом, быстрее всего они оказываются рядом с вами где-то. То есть, поначалу все будут заряжать фугасы и эти ЛТшки, и сейчас-то посмотрите, как они умирают. Там 15-20 секунд уже минус 3 союзника у тебя в команде. Ты еще не успел даже не то, что там доехать до места, ты еще из круга-то базы не выехал на своем тяже, а у тебя уже 2 человека, 3 человека умерло из команды. Это же, ну, как бы не очень хорошо, а будет еще лучше, ребята, в кавычках. Они будут еще быстрее умирать. И колесники будут, они будут друг друга валить фугасами просто со страшной силой. То есть, вот этот размен между ЛТшками и легкими СТшками, он будет страшный совершенно. То есть, там 2-3 попадания друг к другу, все, в ангар, в ангар, в ангар, в ангар, все, турбослив пошел. Я думаю, что турбосливы будут минуты за полторы вообще, скорее всего, после этого патча, если они не уберут полностью весь урон, который просто на автомате залетает в танк. Сейчас, да, повторюсь, стало получше, но проблема пока еще не решена. И ее надо решать, пока она не стала еще действительно проблемой, которая появится у игры на основных серверах. Этого нельзя просто допускать, потому что, ну, вы и так понимаете, что у нас игра World of Tanks находится в достаточно плачевном состоянии. Там, мягко говоря, есть над чем работать. Если еще и этот трэш произойдет, то, ну, вообще говорить не о чем. Просто потому что, я думаю, ну, с такими боями по полторы минуты желающих играть будет немного. Особенно на наших замечательных картах, которые как раз-таки и создают вот эти вот турбосливы. Это же, вы думаете, что это из-за того, что игроки тупые стали внезапно вдруг. Были нормальные, а в последние два года стали тупые. Да нет, это полная хрень все. Все прекрасно понимают, что это из-за карт. Просто карты так сделаны, что невозможно играть как-то вдумчиво. Ну, просто потому что, либо одна команда прорывается, либо вторая. Нет баланса между респами. Один респ получает преимущество. Вот эта вот вся херня там, да. И вот в таком ключе все и двигается куда-то в жопу. Ну, вот это мое мнение. Поэтому я надеюсь, что этот патч не увидит свет, пока не будет доведен до ума. Первые шаги к адекватному восприятию ВГ, слава богу, нам показали. Это было неожиданно, честно говоря. Но я считаю, что именно взаимодействие экранов, гусениц и фугасов, оно должно быть переработано, полностью изменено и доведено до ума. Только тогда мы получим нормальную игру, иначе это будет ад. Я уверен, что если вот все это выйдет как сейчас, то очень многие из игры просто уйдут. И вполне понятно почему. Потому что и часто всех бесят, повторюсь, турбосливы. А если это еще и усилится, это будет вообще, ну, туши свет полнейший. Не забывайте поддержать видос лайкосом, обязательно подписывайтесь на канал, вступайте в мой телеграм-канал. Там уникальный контент, анонсы всех видео и стримов. Вообще там интересно, заглядывайте обязательно. На этом все на сегодня, скоро увидимся. Всем до скорого и всем пока!